Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Уллправда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Как боролись со снегопадами? За что судят депутатов городской думы Димитровграда? Когда внедрят раздельный сбор мусора? Обрушение моста в селе Томылова? Какие теплосети отремонтируют и в какие сроки? Что будет с поликлиникой на нижней террасе? Нехватка мест для первоклассников за свияжье и долги города-атомщиков? Как коммунисты ворвались в здание правительства и зачем? Чем знаменит Ульяновск, кроме Ленина, УАЗиков и самолетов? Соцзащита заработает в новом формате. Телеканал Уллправда ТВ получил премию. Начало недели и предшествующие им выходные выдались снежными. На устранение снегопада на дороге города и области вывели технику муниципальных учреждений и управляющих компаний. В прошедшие выходные в Ульяновской области выпал долгожданный снег. Пока ульяновцы поспешили на прогулки в парке и скверы, коммунальные службы вышли на уборку снега. По информации городской администрации, в очистке от снега дорог и придомовых территорий было задействовано 87 единиц спецтехники МБУ «Даремстрой» и 60 тракторов управляющих компаний. Сегодня в ночь работало 82 единицы техники. То есть, работали во всех направлениях, в том числе, включая третью, четвертую категорию дорог. Работали, вывозили снег. За ночь вывезли более 50 рейсов снега. В понедельник на дорогах работает 78 единиц спецтехники. По городу будет курсировать 9 колонн. Каждая включает в себя 5 комбинированных дорожных машин, грейдер и трактор. Кроме этого, на трамвайных путях работает техника «Ульянск» электротранса. С 4 часов утра выходит на линию автотракторная техника, 6 единиц, которая очищает трамвайные пути. В случае ухудшения погодных условий, также мы привлекаем тракторы более мощной марки Т-150. По вопросам очистки дорог ульяновцы могут обращаться в диспетчерскую службу МБУ «Доримстрой» по телефону 35 40 78. По уборке придомовых территорий информацию можно сообщить в контакт-центр при главе города 73 79 11. Также работает центральная диспетчерская служба «Ульяновская электротранса» 58 46 60. По прогнозу синоптиков, снег продолжится на протяжении всей рабочей недели. Анна Тищенко, Новости Управы ТВ. К середине недели необычайно теплая погода сменилась морозами. И если в прошлые выходные в регионе была около нулевая температура, то к середине недели синоптики прогнозировали морозы свыше 20 градусов. К счастью, прогнозам не суждено было сбыться. Хотя нельзя не отметить, что региональные власти совместно с МЧС провели ряд подготовительных мероприятий. Впрочем, данные мороза с высокой долей вероятности станут лишь исключением из общих правил этой зимы. Синоптики по-прежнему считают ее аномально теплой. Слово Юлии Шагуновой. Как природа не старается наверстать упущенное, все рекорды уже побиты. Эта зима запомнится необыкновенно долгим теплым периодом. Синоптики называют его экстремальным. У нас отмечается такая аномалия, что среднемесячная температура у нас превышает норму. Вот в декабре у нас превысила норму на 3-4 градуса, а в январе даже на 10-12 градусов. И 17 января 2020 года у нас максимальная температура днем составила плюс 2,2 градуса, что как раз таки перекрыло наши многолетние значения. Виной всему циклоны, пришедшие к нам с севера Атлантического океана. Теплые воздушные массы накрыли территорию Европы и Западной Азии. А обычно противостоящий им восточно-сибирский антициклон не успел сформироваться вовремя. В результате большая часть России этой зимы не видела ни мороза, ни солнца, ни снега. Метели ночные заморские в Ульяновске – это скорее исключение из правил, поскольку и февраль, судя по прогнозам федеральных синоптиков, будет теплее, чем обычно. Очень сильно влияет такая погода на здоровье человека, в первую очередь. Это люди, которые имеют хронические заболевания. Также при такой погоде возможно развитие различных вирусов, заболеваний, которые переносятся воздушно-капельным путем. Опасности, которые экстремально теплая зима несет для здоровья человека, не единственные негативные последствия погодной аномалии. Уже в нескольких регионах России было отмечено раннее весеннее пробуждение природы. Посреди зимы животные выходят из спячки, распускаются первые подснежники, в рост идут озимые. Опасность в том, что их жизненных запасов до наступления настоящей весны может не хватить. К счастью, для Ульяновской области эта проблема не актуальна. За счет того, что они в осень ушли в очень здоровом, хорошем состоянии, сахара были накоплены возле кущения, поэтому я думаю, что наши озимые тратили те запасы, которые они заложили с осени. Сейчас нам погода помогла. Снег выпал, их укрыл, и поэтому нам будет гораздо легче прогнозировать, каково состояние урожая в этом году будет на момент сбора. Выпавший снег также решил проблемы и другого порядка. Теперь оказались вне опасности комары и другие насекомые, важные для биологической пищевой цепочки. Их исчезновение могло привести к печальным результатам. Низкий минус или невысокий плюс у нас был в области, поэтому я думаю, что перед зимой они все хорошо. Что касается уже более крупных животных, я считаю, что в целом благоприятная зима сказывается наоборот благоприятно на этих животных, потому что зимой большую часть энергии животные тратят на поиск, пропитание, на защиту от холода, на передвижение по высокому снегу. В этом году, например, у нас снега не так много, как обычно, поэтому животным проще. Согласно прогнозам синоптиков, самый сложный период экстремальной теплой зимы остался позади. Выпавший снег растает только в апреле, а температурный режим, хоть и будет отличаться от привычного на пару градусов, критической отметки не пересечет. Юлия Шагунова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ. Крупных аварий теплосетей в Ульяновске не будет. Изношенные сети полностью заменят, проведут реконструкцию второй ТЭЦ, отремонтируют внутриквартальное теплоснабжение. Деньги на все это удалось получить благодаря переходу на метод альтернативной котельной. Точные суммы, планы ремонтов и реконструкций, сроки в материале Павла Полового. В этом году в Ульяновске реконструируют ТЭЦ-2 в Заволжском районе. Модернизация стала возможна благодаря переходу города на альтернативную котельную. Это новый метод расчета за теплоснабжение. Появляется некоторое определение предельной цены для всех поставщиков тепла в течение 10 лет. Только 7 с лишним миллиардов рублей вкладывает на сегодняшний день ТЭПлюс. И около 2 миллиардов вложит городской бюджет в свою организацию теплоснабжающую. Это городская теплосеть. Участие города в подобном эксперименте – хорошая возможность привести в порядок теплосети, которые давно нуждаются в ремонте. Планирование модернизации проходит теперь не на год, а на три, что позволяет в более комфортных условиях провести торги, заключить необходимые договора и соглашения, произвести работы в штатном, а не скоростном режиме. В этом году на Ульяновской ТЭЦ-2 будет проведен большой объем работ. В части реконструкции у нас предполагается реконструкция блока номер 2 Ульяновской ТЭЦ-2, который работает практически круглый год. Планируется модернизация ротора низкого давления. Суммарный объем инвестиций – более 100 миллионов рублей. Мы не перекладывали трубопроводов больше 3-4 километров. Если говорить про перекладку в этом году, то она превысит 13 километров. Благодаря альт-котельной объем инвестиций в отрасль увеличился в разы, а плата за тепло будет заморожена на несколько лет. То есть платить больше пока не придется. Это условие ставил губернатор, прежде чем регион вошел в эксперимент. Специалисты заявляют, что и потом плата не будет расти так стремительно, как сейчас, благодаря проведенной в первые годы модернизации и повышению эффективности систем. Мы должны, и давайте сегодня проговорим, когда обновим схему теплоснабжения города Ульяновска, мы должны прописать, что называется, пошагово, как и когда приступим к модернизации центров центральных тепловых пунктов. Кроме этого, предлагаю подумать о том, как нам разработать по адресной программу по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Кроме того, на совещании были подведены промежуточные итоги прохождения отопительного сезона. Холодов еще не было, поэтому в целом судить трудно. Однако всего одна авария, которая произошла на улице Кузоватовская, это уже неплохо. Ведь раньше к февралю случалось от 4 до 6 аварий. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Уллправды.ТВ. Жители одной из частей села Тамылова оказались отрезанными от объектов жизнедеятельности. Все из-за того, что в конце года обрушилась деревянная переправа через реку, связывающую две части села. Строители уже конструируют новый железобетонный мост. Подробности в нашем материале. Старый деревянный мост через реку Тамыловка служил верой и правдой местным жителям около 60 лет. Но когда в конце 2019-го по мосту проехал больше груз, сгнившие сваи не выдержали. Мост рухнул, а жители одной части села остались отрезанными от цивилизации. Переправа соединяла восточную и западную часть улицы Луговой. После обрушения моста до жителей не могли добраться экстренные службы и машины с продовольствием. К счастью, власти отреагировали быстро. В селе ввели режим чрезвычайной ситуации, обустроили временную дамбу и начали разработку нового железобетонного моста. С разработки проектно-сметной документации подрядная организация в декабре 2019 году приступила к восстановлению моста. По окончанию работ запланировано на февраль 2020 года. Новая переправа, по словам строителей, выдержит до 60 тонн, а значит, большие грузы ей не страшны. Мост протяженностью 20 метров оборудует барьерными ограждениями. Стоимость работ составила чуть более 5 миллионов рублей. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ. Нижняя терраса и местная поликлиника. С какими проблемами сталкиваются жители микрорайонов в сфере здравоохранения? Сколько ждать людям и что обещают власти? В ситуации разбиралась Виктория Черкова. Почти 30 тысяч ульяновцев получают медпомощь в ужасных условиях. В медицинском комплексе на проезде заводском приведена в порядок только детская поликлиника. Возрослые дела обстоят куда хуже. Здание бывшего профилактория уставшее, линолеум кусками, ремонта не было лет 20. Пожилые пациенты мечтают о томографах и человеческих условиях. 76-летняя Майя Кошманова перенесла два инсульта и инфаркт. Разумеется, ей приходится часто посещать врачей и проходить обследование. Местные доктора для нее стали родными, а вот само медучреждение вызывает у пенсионерки досадные чувства. Я бы хотела, чтобы построили новый поликлиник, потому что полы негодные на втором и третьем этаж. Нам пожилым подниматься на второй и третий этаж к специалистам очень тяжело. В этом году ситуация начала продвигаться. В январе было объявлено о строительстве новой поликлиники. Во время визита учреждения губернатор Сергей Морозов встретился с общественностью и руководителями региональной медицины. Перед строительством нового корпуса старое необходимо отремонтировать, потому что пациенты еще два года будут ждать открытия современной поликлиники. Я не говорю о капитальном ремонте, раз мы там будем их переселять, но я говорю о хорошем косметическом ремонте, чтобы не было дырых окон, чтобы не было изорванных линолеумов или еще каких-то безобразных моментов, которые просто унижают и работников здравоохранения, да и неприятно людям, которые сюда приходят. Новую поликлинику решили построить на месте старого кирпичного корпуса. После сдачи в эксплуатацию здание действующего медучреждения отдадут соцзащите. Депутаты и работники Минздрава уже выбрали образец леподражания. 16 января делегация ездила в поселок Придорожный Самарской области, где несколько лет успешно работает медучреждение нового образца. Там они увидели, как должна выглядеть и функционировать поликлиника удобной и для врачей, и для пациентов. Все те площади, которые на сегодня планируется предусмотреть в новом здании поликлиники, они удовлетворяют всем требованиям. Это будет и неотложка, это будет и женская консультация перенесена, это будет и сценар дневного пребывания, что очень важно для жителей взрослого возраста. Рассматривается два типовых варианта – на 175 и на 250 посещений за смену. В новое здание переедет как взрослая, так и детская поликлиники. К строительству приступят в 2021 году. Прогрессивное медучреждение станет еще одним шагом к воплощению нацпроекта здравоохранения, утвержденного Владимиром Путиным. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Продолжим тему здравоохранения. И вновь в центре внимания первичное звено. Ульяновская станция скорой медпомощи заработала по-новому. Павел Половов подробнее. Сохранить драгоценные минуты жизни пациента стало возможно благодаря новой информационной системе, внедренной на городской станции медицинской помощи. В данном медицинском учреждении уже действует такая информационная система, система автоматизированная диспетчеризация скорой помощи. То есть это значит, что диспетчер в онлайн-режиме знает, где какая у него машина находится, когда пришел вызов, когда этот вызов отработан, когда пациент направлен в больницу. На примере это выглядит так. Приходит вызов из дома 20 на улице Пушкарева. Его отработали, когда пришел вызов из соседнего дома. Диспетчер может связаться с только что отработавшей бригадой и послать ее в соседний дом, не высылая новую машину, что позволяет экономить драгоценные минуты. Этот подход уже доказал свою эффективность. Впереди переход всей области в единую систему скорой помощи. Совсем скоро пилотный проект будет запущен в некоторых районах 73-го региона, в каких пока не уточняется. Здесь именно старший врач, он непосредственно консультирует. Вот из этой новой техникой мы еще в процессе, так скажем, постановления. 110 планшетов, с которыми будут выезжать бригады скорой помощи, еще не подключены в сеть. Однако станция уже эффективно работает. Об этом губернатор Сергей Морозов сказал на совещании, которое состоялось по итогам осмотра медицинского учреждения. Статистика радует. Снизилась смертность, повысилось качество медицинских услуг. По словам Сергея Морозова, это заслуга врачей. Вам удалось сделать очень многое. Я уже приводил вам пример на медицинской палате, поэтому еще раз просто хочу сказать всем, кто не присутствовал на этом заседании, о том, что нам удалось снизить общую смертность. И не на, прошу прощения, не на доли процентов, а почти, так сказать, там больше полтысячи жизней спасти, если прямо вот в человеческих жизнях смотреть. Если продолжить статистику, то смертность от инфарктов снизилась почти на 9%, от туберкулеза на 23%. И это только малая часть от сделанного. Создание единого цифрового контура – одно из направлений реализации национального проекта здравоохранения. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улправды.ТВ. Нехватка мест для первоклассников за свияжье и долги Димитровграда. Назревшие проблемы озвучил депутат законодательного собрания Матвея Владарский правительству. Парламентарий предложил решать проблемы сообща. С подробностями Наталья Чумаченко. Губернаторский лице номер 100 не в силах принять в этом году всех желающих первоклассников на обучение. Проблему уже озвучивали и сами обеспокоенные родители. Ее поднял и депутат законодательного собрания Матвей Володарский на заседании правительства. В лицее могут подать заявки только 200 первоклассников, в то время как их по предварительному подсчету набирается 500-600 человек. Депутат предложил совместными усилиями с правительством решить этот затянувшийся вопрос. Сделать это планируется за счет благоустройства инфраструктуры для школьников, чтобы дети могли безопасно ходить в соседние учебные заведения, а уже в дальнейшем закрыть тему путем строительства новой школы. Я хочу, чтобы Сергей Иванович вы лично взяли под свой контроль нехватка мест в общеобразовательных учреждениях. Министр, наверное, знает, что сегодня в Юго-Западе складывается вот это в лице катастрофическая ситуация с нехваткой мест. Там город принял решение, как бы, отдельные дома, как бы, да, прикрепиться за 41-65 школами, да, там люди недовольны, поэтому необходимо все-таки разъяснительную работу. И в целом я считаю, что проблема нехватка мест там будет наращиваться. Глава региона поддержал предложение и дал поручение ответственным лицам готовить в ближайшее время совещание по обсуждению и решению этих вопросов. Значит, беспокойство по Юго-Западу мы с вами определились. Значит, на следующей неделе мы должны найти возможность повстречаться. Вот все, от кого зависит глубокая проработка вопроса обеспеченности дошкольным и школьным образованием на Юго-Западе и соблюдение прав детей. Второй вопрос касался Димитровграда. По словам Володарского, городская власть халатно относится к своим обязанностям. Абсолютно ничего не делает для народа, хотя солидные дотации из областного бюджета получает исправно. Несмотря на это, практически ежемесячно увеличивается кредиторская задолженность города, ЖКХ творится полный беспредел, за тепло люди платят дороже, чем в других районах, не поддерживаются социально незащищенные слои населения, самый низкий процент по охвату горячим питанием школьников и многое другое. Ничего общего коммунистам эта партия не имеет. И поэтому я как раз разочаровался и вышел. Потому что сегодня КПРФ это просто, понимаете, вот здесь есть некоторые, которые предпринимательством занимаются, это просто франшиза, понимаете. Это франшиза Зиуганова, как вот Макдональдс, как вот КФС. Вот они продают эту франшизу, понимаете, по регионам и все. Поэтому сегодня необходимо то, что в Димитровграде происходит, чтобы за это несли конкретные люди ответственность. Депутат Законодательного собрания призвал областной Минфин изучить все имеющиеся цифры по долгам города Димитровграда и создать специальную комиссию с целью тотальной проверки деятельности руководства города. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Середина недели ознаменовалась обострением на политическом фронте. В центре внимания представители фракции КПРФ. Мой коллега расскажет подробности. Вопросы детей стоят на одном из первых мест в стране. Это признают, пожалуй, все. Кроме представителей Ульяновского отделения партии КПРФ. Для них все проблемы отступают перед собственными интересами. Во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куриным и депутатом Заксобрания Айратом Гебаддиновым ульяновские коммунисты ворвались на расширенную встречу с уполномоченной правом ребенка Людмилой Хижняк. На совещании обсуждались важные вопросы поддержки семьи и детей, обозначенные в послании президента Федеральному собранию. Ворвались? Это мягко сказано. Вначале они устроили толкучку на входе в здание областного правительства, не давая пройти общественникам. А потом и вовсе брали штурм в двери зала заседания. Депутаты от КПРФ, депутаты Законодательного собрания, депутаты Государственной думы ворвались в зал вообще с гиканьем, с драками. В общем, вели себя неподобающе и как будто пьяные люди ввалились в кабак. То есть, ну вообще мы были, конечно, ошарашены таким поведением представителей депутатского корпуса, то есть представителей слуг народа. И все были, конечно, в шоке от того, что и прервали доклад губернатора, и сорвали мероприятие в итоге, которое очень важно для каждой семьи абсолютно. В итоге коммунистам удалось пройти на совещание. Только обсуждать они пришли отнюдь не вопросы детства. Их волновала судьба шестерых депутатов Владимировградской гордумы, у которых прокуратура нашла нарушение в налоговых декларациях. Закон для ульяновских представителей КПРФ не указ, и они пытались отмазать своих товарищей. Выступил губернатор, произнес прекрасные слова, связанные с защитой и безопасностью детей, о том, как их ценить в нашем регионе, про инвалидность, и очень много полезной информации для всех. И тут Алексей Владимирович Куриный, не дожидаясь каких-то возможностей выступить, просто перебивает его и начинает нести то, что считает, на свой взгляд, правильным. Наглецы дипломатично отреагировал на выходку политических оппонентов губернатора и продолжил стоически выступать с докладом. Глава области, в отличие от Куриновой компании, умеет себя вести, как полагается государственному деятелю его уровня. А вот коммунистов это не успокоило, и они поступили к губернатору после встречи плотным кольцом. Добивались отмены законного решения, вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде. Мы как Красный Крест, конечно, конечно, в первую очередь мы общаемся со всеми партиями, со всеми конфессиями, мы не относимся ни к тем, ни к этим. Но я хочу сказать этим людям, которые вели себя вчера так неадекватно, пожалуйста, вы представители той партии, за которую голосуют люди старшего поколения. Как вот им в глаза сейчас смотреть, видите себя адекватно, в конце концов. Это совещание, это же не сборище какое-то. Выход каульянских коммунистов возмутило всех общественников, находившихся на встрече. Ведь они собрались послушать о защите прав детей и выступить со своими предложениями. Этого не получилось. Постояв возле губернатора и повыясняв отношения в кулуарах, КПРФцы удалились не солоно хлебавшие. Вернее, эффект от их вторжения все же был. Как известно, скандальный пиар – это тоже пиар. Только такой результат, кроме политиканов, никого не устраивает. В Димитровградском городском суде начались процессы над проштрафившимися депутатами Городской Думы, теми, кто допустил ошибки или неточности при заполнении деклараций, и которых могут за это лишить полномочий. Ошибки выявил антикоррупционный комитет при администрации губернатора области Сергея Морозова. О том, как начались первые судебные дела, расскажут мои димитровградские коллеги. Депутат Сергей Крючков прибыл в суд около 10 часов утра. Сторонника КПРФ встречали традиционным перформансом с не менее традиционными громкими лозунгами. Само заседание было закрытым для видеокамер. Крючков постоянно заявлял во время процесса о фальсификации его декларации и ничтожности обвинений в его адрес. Владислав Хворов появился в здании суда в середине дня. Группы поддержки у него не было. Заседание также было закрыто для видеосъемки. Самый молодой депутат от КПРФ в данном созыве не смог пояснить, откуда у безработного студента на счетах оказалось в сумме более 400 тысяч рублей за один год. Хворов предположил, что это были перечисления от родителей или родственников. Еще один вариант – подработка, которую он почему-то за доход не посчитал. Где и кем работал, детально пояснить не смог. Рассмотрение дела Крючкова и Хворова будет продолжено 5 февраля. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Демгород 24, специально для Управ ДТВ. Переместимся назад в Ульянск. В центре внимания кадровые перестановки в городской администрации. Глава Заволжского района переведен в Засвияжье. Как провожали Юмакулов на старом месте и как встречали на новом – в нашем материале. Наиль Юмакулов назначен на должность главы администрации Засвияжского района. Кандидатуру одобрили руководство региона, депутатский корпус и общественность. Ранее Наиль Хосянович 6 лет возглавлял Заволжский район. За это время сформировал опытную команду управленцев, выстроил открытый диалог с самими жителями и решил множество точечных проблем. Поэтому проводить экс-главу и пожелать удачи на новом месте пришло немало заволжцев. Инаиль Хосянович сделал очень много для того, чтобы наш район расцветал, для того, чтобы наш район был всегда одним из лучших, и чтобы нам, людям, живущим в этом районе, было лучше и комфортнее. Я хотел бы пожелать ему на новом поприще успехов, в любом случае. Причем я думаю, что эти успехи для него – это просто… В любом случае он их сделает. Это человек, который всегда добивается того, что он хочет. Для завода это друг. Это большой друг Авиастара. За Свияжье – самый большой и густонаселенный район в городе. В нем проживает 225 тысяч человек. Плохие дороги, отсутствие освещения, незаконная торговля – это лишь часть проблем района. Ротация кадров, по мнению главы города Сергея Панчина, это возможность найти новый подход к решению застарелых проблем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что району нужно очень сильный, серьезный руководитель, который бы объединил вокруг себя и директорский корпус за Свияжьего района. Вы знаете, что очень мощные промышленные предприятия – это механические заводы, автомобильные заводы, металлоконструкция и ряд других предприятий. Новоиспеченный глава района на прошедшем аппаратном совещании в администрации отметил, уже составил концепцию развития, где учтены все имеющиеся проблемы, в том числе и капитальный ремонт домов, благоустройство, замена систем вода и газоснабжения. Это прежде всего дорожное строительство, экология, дополнительные источники доходной части бюджета, возможность вести здоровый образ жизни, повышение уровня качества жизни населения и ежегодность той или иной рядичности этих проблем дают о себе знать. В этом году в Засвияжье проведут в порядок 27 дворов, благоустроят территорию в парках «Молодежный» и «Новое поколение». Проведут ремонт системы водоснабжения на улицах 50 лет в ЛКСМ, Стасово и Автозаводское. Десять основных пунктов, но, к сожалению, наверное, не обратила на Ильха Селныча внимания, пока что особое внимание, что в Засвияжьевском районе проблема с ливневым канализацией. Это весенний период, осенний период, и у нас есть традиционные места. Это улица Октябрьская, это улица Камышинская, это как раз мой округ депутатский, на который проблемы всегда традиционно очень серьезные возникают. Поэтому порекомендую Ильха Селнычу обязательно снести корректировки в программу. Среди ближайших планов Юмакулова создание профессиональной команды, объединение активных граждан района и руководства местных предприятий бизнеса. Не обойдут без внимания вопросы, озвученных в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Будем жить чище. В регионе планируется переход предприятий на улучшенные технологии и внедрение раздельного сбора мусора. О недалеком экологическом будущем расскажет наш корреспондент. Летом 2020 года регионы России должны перейти на раздельный сбор мусора. Задача, по мнению ульяновских экологов, сложная, но выполнимая. О том, как установить соответствующие площадки по всему региону, а главное приучить самих жителей к раздельному сбору, обсуждали в общественной палате. Президент дал указание подготовить к лету дорожную карту по раздельному сбору. Это самый сложный вопрос, насколько я считаю, самый сложный вопрос в теме обращения с отходами. По данным региональных операторов, в регионе установлено 274 контейнера сетки. 48% отходов уже сортируется на мусоросортировочных комплексах. Данный показатель позволил Ульяновской области занять лидирующую позицию в ПФО в сфере переработки. В план реализации дорожной карты включили увеличение контейнерного парка и мощностей по переработке и сортировке отходов. Акцент сделают и на работе с жителями, информировании о раздельном сборе мусора. В части работы с муниципалитетами будем оказывать методическую консультативную поддержку. Также в план работы Экопалаты у нас запланированы выезды. Особенно пристанное внимание будет к южным районам. Новоспаское ради еще. В сводный план работы также включили мониторинг состояния окружающей среды и установку дополнительных постов за отслеживанием уровня загрязнения воздуха. За 2019 год экологи выявили больше 200 нарушений природоохранного законодательства. В этом году число общественных экологических инспекторов будет увеличено. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Соцзащита заработает в новом формате. Европейский опыт применят уже в этом году. Что будет с нашими пенсионерами и с людьми с ограниченными возможностями? Узнаете в материале Виктории Черковой. Все нуждающимся по соцработнику вместо пары часов – полный рабочий день. Служба соцзащиты в этом году перейдет на новый уровень. Ведомство вводит в систему долговременного ухода за больными и пожилыми ульяновцами. С этими категориями граждан социальные работники будут проводить по 6 часов, ухаживать и помогать жить в комфорте. К слову, по такому принципу работают в Израиле, Швейцарии, Финляндии и во Франции. Специалисты обсудили новый метод на семинаре-практикуме. Одна из главных тем – типизация услуг. Человек пришел и говорит, мне надо. И ему назначают из того перечня, он выбирает, что есть. В новой системе будет проведена типизация. Человек получит определенную группу, которая будет относиться по своему состоянию. В первую очередь система долговременного ухода рассчитана для людей старшего поколения. В ульяновских геронтологических центрах уже началось переформатирование работы социальных служб. Первопроходцами стали Центр заботы, интернат в селе Акшуат и Центр соцобслуживания ИСТОК. Также к работе подключены 10 надобных служб Ульяновска. На реализацию проекта выделено более 30 миллионов рублей. В 2021 году сумма увеличится. На расширение штата сотрудников и организацию новой системы будет заложено почти 63 миллиона рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Учителя будут получать больше. С начала нового учебного года педагоги, которые совмещают классные руководства, получат федеральную доплату к зарплате в размере 5000 рублей. Наш корреспондент Наталья Чумаченко расскажет подробнее. С трех лет мечтала стать учителем, в 10 обучала младшего брата алфавиту, а сегодня молодая классная мама для 30 учеников. Маргарита Королева, учитель русского языка и литературы в 65-й гимназии Ульяновска, пришла на работу сразу после педагогического университета в 2013 году. Блестящая отработав год по профилю, девушка поняла, что ей не хватает общения с ребятами, поэтому взяла классное руководство над пятиклашками. Малыши выросли и спустя пять лет перешли в 10 класс. По словам Маргариты Сергеевны, сегодня бесценно то, что труд классных руководителей оценило высшее руководство страны, поскольку за эти годы она вложила в детей не только знания, но и частичку своей души. Классный руководитель действительно помогает каждому ребенку раскрыть его крылья. А для этого нужно его любить, уважать, чувствовать каждого и всех вместе, понимать и идти навстречу. Инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина – это такой вклад в копилку классного руководителя. Это, наверное, радость за то, что наконец-то оценен тот труд. Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию отметил важную для государства функцию классных руководителей – воспитательную. Президент призвал ввести для педагогов доплату в размере 5000 рублей с начала нового учебного года для повышения статуса педагогических работников. В Ульяновской области в этом направлении уже есть свои результаты. Региональный закон о статусе педагогических работников на территории Ульяновской области был разработан по инициативе губернатора Сергея Морозова в 2019 году. Суть документа заключается в повышении престижа профессии за счет различных мер поддержки. Сегодня, в частности, очень актуально понимание роли классного руководителя в современной школе. И такая поддержка со стороны правительства и необходима, и своевременно. Но при этом хочется сказать, что в Ульяновской области еще в 2019 году был предложен и принят закон о статусе педагога. И это было, скажем так, первое такое понимание именно роли статуса педагога. Кроме того, Владимир Путин в послании предложил обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, все без исключения школы страны, высокоскоростным интернетом и попросил правительство совместно с регионами определить количество необходимых школьных мест. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправ.ДТВ. Во всех районах Ульяновской области создадут службы семейных консультантов. Это одна из тем, которые обсуждались на встрече с уполномоченным по правам ребенка. Подробности расскажет Егор Титов. Основной приоритет – работа с детьми. Такую задачу поставил губернатор Сергей Морозов на расширенной встрече с уполномоченным по правам ребенка Людмилой Хижняк. Глава области обозначила несколько направлений, по которым будет строиться работа в регионе по соблюдению прав детей. В их числении – допущение дискриминации детей, соблюдение прав, уважение к взглядам ребенка и, конечно, большое внимание к семье. При этом нельзя скрывать у существующих проблем. Уже просчитано, что в нашей области в семье с крайне низкими доходами и даже с отсутствием постоянного дохода воспитывается более 19 тысяч детей. Думаю, что всем понятно. Это огромное количество. И здесь рядом с нами, получается, находится в очень сложном состоянии достаточно приличное количество людей, пока еще молодого возраста, но, несомненно, которые являются гражданами Российской Федерации, и это наша удача. Губернатор отметил, что необходимо как можно быстрее приступить к реализации положения послания президента федеральному собранию в части поддержки семей. Необходимо приступить и к реформированию областного капитала «Семья», чтобы помочь улучшить материальное положение детей. Со своим предложением, как можно это сделать, выступили участники расширенной встречи. В последние годы прослеживается такая тенденция, что алименщики всячески уходят от содержания своих детей. И поэтому у нас также имеется предложение, как законодательная инициатива, ужесточить наказание в части невыплаты алиментов, вплоть до привлечения к уголовной ответственности лиц, способствующих укрывательству данного имущества. Не все меры носят исключительно материальный характер. Участники встречи высоко оценили инициативу губернатора по созданию службы семейных консультантов. Она будет действовать во всех муниципалитетах Ульяновской области. Инициатива губернатора по созданию служб семейных консультантов позволит значительно совершенствовать работу семьями, находящимися в трудной жизни ситуации на ранних этапах. Оказание юридической помощи – еще одно важное направление по защите прав детей. Решение вопросов с жильем для сирот, создание хороших условий для жизни, борьба с невыплатой алиментов – все это входит в перечень проблем. По словам юристов, 99 обратившихся решают свои проблемы. В Ульяновской области очень развита система оказания бесплатной юридической помощи. И я в том числе являюсь адвокатом, который входит в систему оказания бесплатной юридической помощи. Также вот обозначу, что 99% – это именно на бесплатной основе для обратившихся граждан. Губернатор также отметил, что в области появится совет при уполномоченном правам ребенка. А институт омбудсмена должен координировать работу всех ведомств по защите прав детей. Егор Дстов, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Чем правительство Ульяновской области может помочь безработным и людям с ограниченной занятостью? Как улучшить ситуацию на рынке труда? И как в итоге должен выглядеть документ по предоставлению социальных гарантий? Об этом и не только в материале нашего корреспондента. Глава региона поручил областным чиновникам проработать меры поддержки безработных и людей с неполной занятостью, а также лиц предпенсионного возраста. На предприятиях уделить внимание соблюдению мер по охране труда и противодействию коррупции, а также разработать региональный рейтинг корпоративной ответственности. Коллеги, мы с вами уже привыкли работать в таком закрепленном режиме, поэтому мы закрепим членов правительства, обратимся к Валере Васильевичу, депутатов законодательного собрания за региональными отраслевыми профсоюзами для того, чтобы укрепить наше взаимодействие. Несомненно, эти и другие меры позволят нам с вами, еще раз говорю, усилить нашу работу по тому, чтобы рынок труда, ситуация на рынке труда была более справедливой. Сергей Морозов акцентировал внимание на повышение рождаемости и поддержки семей с детьми, о чем говорил президент в своем послании. До конца первого квартала должны быть внесены соответствующие изменения в региональный бюджет. Также глава региона поручила обобщить все меры поддержки граждан в одном документе – в социальном кодексе. Я думаю, что у нас все получится, поскольку сегодня действительно работа с семьей, она многогранна, она очень серьезная, очень правильная. И именно работа с семьей сможет действительно повысить качество жизни семьи на территории региона. Участники заседания обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Напомним, это вирус, способный вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных. Роспотребнадзор в ежедневном режиме ведет мониторинг за обстановкой на всей территории страны. В качестве профилактических мер турагентствам рекомендовано прекратить продажи экскурсий в Китай. Минздрав советует не посещать общественные места с большим скоплением народа, надевать маски в аэропортах и вокзалах, а также часто мыть руки. Прописать и направить. И в следующее родительское собрание, я просто вот и для Ирины Вениаминовны, и для нас, для всех, мы включим тогда непосредственно вот эту информацию. Его нужно проводить не только вот в школах, но и в дошкольных учреждениях. Участники заседания также рассмотрели ход выполнения региональных программ по капремонту, реновации жилья и налоговых льгот для предприятий, имеющих статус региональных инвестпроектов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда.ТВ. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата выбрана не случайно. В 1945 году советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцем, в котором погибло по разным оценкам до 4 миллионов человек. В День памяти открылась выставка «Холокост. Их глазами». «Холокост. Их глазами» – обзорная выставка, рассказывающая историю катастрофы европейского еврейства, открылась в креативном пространстве «Квартал». Первым ее посетителем стал губернатор Сергей Морозов. По выставке его сопровождал председатель ульяновской еврейской общины Игорь Добокаров. «Мы каждый год проводим такие мемориальные мероприятия. В этом году мы попросили израильский музей Яд-Вашима, чтобы нам прислали в Ульяновск такую вот выставку, которая называется «Шоа». «Шоа» переводится в ритмах как «катастрофа», «Холокост». С середины 20-го столетия термин «Холокост» стал употребляться в контексте массового уничтожения нацистами евреев на территории Европы в период Второй мировой войны. Часть выставки посвящена альбому «Аушвиц», найденному узницей после освобождения. Он дает возможность увидеть практически воочию судьбу тех, кто прибыл в «Аушвиц» – лагерь вассвенцами в 1944 году из Венгрии. Мы все знаем про «Аушвиц», мы знаем вот по выставке про «Аушвиц», но мы совершенно не знаем и почти ничего не знаем о уничтожении славян. А точно такая же машина работала в отношении славян, цыган и так далее. Такая же машина. И это можно организовать? Можно организовать уничтожение людей. Из официальных источников известно, что в отдельные промежутки времени численность уничтоженных, например, в концлагере Освенцим в Беркенау, достигала 20 тысяч в сутки. Остановить массовое истребление людей можно было только освобождением занятых нацистами территории и полного разгрома вермахта. И это было сделано. Капитуляция Германии является датой официального окончания Холокоста в Европе. До окончания Второй мировой войны было уничтожено около 6 миллионов евреев. В рамках выставки почтили память жертв Холокоста. В продолжении темы Великой Отечественной войны. К 75-летнему юбилею Победы ветеранов и детей войны наградили памятными медалями. Награждение прошло в Ленинском мемориале. Нет воды и еды. Постоянно гремят разрывающиеся снаряды, страх и чувство безысходности. Так описывает блокадный Ленинград жительница Володарского района Валентина Николаевна Мельникова, которая родилась в 1940 году. Девочке было два года, когда папа ушел на фронт, а мама днями и ночами работала на заводе, ковала по обеду в тылу врага. Малышка вместе со старшей 10-летней сестрой были на попечении у бабушки, которая сама не доедала и не досыпала, берясь за любую работу, лишь бы уберечь детей от голодной смерти. Всю войну, всю блокаду наша семья была в Ленинграде. Часть нашей семьи воевала, защищая Ленинград, добровольцами ушли на фронт, а часть работали, кто в силах был. Вот как моя мама, она работала на военном заводе, и во время войны была донором еще. Ну и мы с сестрой находились под попечением бабушки. Валентина Мельникова и еще 19 героев Великой Отечественной войны, среди которых защитники Ленинграда, дети войны и труженики тыла, получили первые юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Знаки отличия со словами благодарности за неоценимый вклад в общую победу вручил каждому ветерану глава региона Сергей Морозов. За годы блокады из 2,5 миллионов ленинградцев погибло по разным оценкам от 400 тысяч до 1 миллиона человек. Некоторые из тех, кто чудом выжил в этом аду, сегодня живут у нас в Ульяновской области. Четыре наших ветерана принимали непосредственное участие в обороне Ленинграда. А еще 68 человек являются жителями блокадного города. После награждения ветераны могли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и спеть песни военных лет под сопровождение ульяновского духового оркестра «Держава». Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Героев Сталинградской битвы, уроженцев Ульяновской области увековечили на аллее в центре города. Волонтеры Победы представили проект «Историческая память». Чем он полезен, что еще приготовили патриотические активисты. Виктория Черкова побывала на открытии аллеи. Приближается одна из важнейших дат в истории нашей страны. 2 февраля 1943 года наши войска одержали победу над фашистами в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из самых кровавых в истории человечества. При обороне войска Красной Армии потеряли более 300 тысяч человек погибшими. В ходе наступательной операции «Уран» количество убитых советских воинов составило более 150 тысяч. Эти потери и эту победу невозможно забыть, поэтому ульяновские волонтеры решили увековечить память наших героев-земляков. На улице Гончарова появилась аллея славы с их портретами и биографиями. По мнению активистов, такая выставка будет особенно полезна для подрастающего поколения. Сейчас и молодежь, у нее клиповое мышление, они уже не реагируют на какие-то большие тексты, они реагируют на картинки. И, собственно, портреты они яркие, они такие бросаются в глаза для того, чтобы молодежь увидела хотя бы какую-то интересную для себя информацию, и это уже их побудило узнавать историю о своих предках. Экспозицию открыли торжественно. Красная ленточка и приветственное слово организаторов. Акция – только начало патриотического флешмоба. К 75-й годовщине Победы подготовили еще много чего интересного. И как раз в преддверии этой Великой Победы сейчас у нас пройдет диктант Победы, который посвящен как раз 75-летию Великой Победы. Он пройдет во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Интеллектуальный исторический квест будет проходить и на городских площадках, в школах, СУЗах и университетах. Каждый желающий сможет проверить свои знания о том, как наши предки добывали для нас мирное небо и свободу от фашистов. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. И в завершении военной тематики Наталья Чумаченко расскажет, как в Ульяновской области отметят 75-ю годовщину Победы. Вся страна готовится к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник силы, мужества и стойкости, проявленной защитниками страны в 41-45-е годах, которых на сегодняшний день осталось не так уж много. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что 9 мая региональная и муниципальная власть должны сделать все возможное, чтобы достойно отметить День Победы и поздравить каждого ветерана с этой замечательной датой. Об этом глава региона сообщил на расширенном заседании Оргкомитета. В связи с этим, обращаясь к руководителям отраслей и муниципальных образований региона, все поступающие рекомендации должны быть отработаны в заявленные сроки и в полном объеме. Итоги их исполнения мы будем рассматривать ежемесячно на заседаниях Регионального Организационного Комитета Победы. В год памяти и славы в Ульяновской области пройдет около 200 крупных мероприятий. Регион примет участие в ряде федеральных проектов, таких как «Снежный десант», «Лес Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Волонтера наследия», «Культурный минимум», «Голос весны», «Дальневосточная победа», «День неизвестного солдата». Еще пять региональных проектов станут аналогами всероссийских. Соответственно, мы решили не оставаться в стороне и придумать какие-то свои аналоги. И, собственно, пять вот этих аналогов здесь прозвучат. Это, например, «За народную песню», который уже известный проект. Мы хотим его включить в рамках регионального плана «Года памяти и славы». Также это фестиваль военной реконструкции, который пройдет в Ульяновском районе. Мы тоже хотим, чтобы это мероприятие было включено в региональный план. В преддверии юбилейного празднования Победы обращено пристальное внимание властей на оказание медицинских и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В качестве дополнительной региональной мероподдержки героям войны планируется сделать бесплатным проезд в городе для всех ветеранов и их сопровождающих. В послании президента было сказано, что обследовать всех ветеранов Великой Отечественной войны – дети войны, труженики ТЭЛа. Ну и большой плюс для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году президент озвучил, что каждый ветеран к 75-летию Великой Отечественной войны получит по 75 тысяч, а труженики ТЭЛа – по 50 тысяч. Каждый ветеран сегодня должен оставаться во внимании. Будут проводиться очень много мероприятий, направленных именно на патриотическое воспитание. Это в том числе митинги, митинги реки, это уроки мужества, уроки военной истории. Это будут спортивные соревнования. В Ульяновской области будет проведено порядка 80 соревнований спортивных с охватом более 5000. На заседании участники обсудили концепцию военно-патриотического парка «Патриот». Проект планируется начать реализовывать в марте этого года путем реконструкции существующего парка имени Маргелова, где разместят образцы разной военной техники. Стоимость разработки проекта инспекционной документации составила 938 тысяч рублей. Проведены работы по определению подрядной организации. Особое внимание участники заседания уделили культурной составляющей праздника. Стартует программа Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Ты знаешь, мой внук, что такое война». «Диалог поколений», ставшая победителем конкурса на грант президента России. Проект начнется с события «Забота. Дети войны». Волонтеры запишут рассказы ветеранов о военном детстве, о родственниках, участниках войны, которые затем будут опубликованы в специальном сборнике. Также в честь празднования 76-летия снятия блокады Ленинграда Ленинский мемориал подготовил выставку «Блокадный Ленинград». Она создана на основе материалов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и экспонатов из музейных фондов Ленинского мемориала. Наиболее интересна выставка тем, что сегодня представлены именно вещи ульяновцев, блокадников, которые находились там, которые воевали, внесли службу в блокадном Ленинграде. Все желающие ульяновцы и гости города смогут посетить выставку и прикоснуться к истории победы до 20 февраля. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улл Правда ТВ. К новостям духовным. Внимание Павловскому району. Что нового в Барышской епархии, как восстанавливается Воскресенский храм, духовное воспитание молодежи. Мои коллеги расскажут подробнее. В Павловском районе восстанавливают Воскресный храм. Это первое место, которое посетил губернатор во время рабочей поездки в Павловку. За время восстановления храма проведена колоссальная работа. Аварийный дом культуры начал обретать свои первоначальные черты храма, который был построен князем Николаем Оболенским. Еще в 1827 году убрали все лишнее. Построили колокольню и барабан, поставили окна и дверь. Все это стараниями благотворителей и простых верующих. Узнав о том, что этот храм будут восстанавливать, губернатор сам возглавил попечительский совет. Основная часть кровли с помощью фонда «Гори добро». При вашем содействии. Большое спасибо. И оставшаяся часть кровли при помощи партии. Владыка. Большое спасибо. Совсем другой вид. Народ воспрямил Владыку. Радует всех. Впереди внутренняя отделка, отопление, благоустройство. Священники настроены более чем решительно. В позапрошлом году на сводках алтаря храма проявлялись облики архангелов Михаила и Гавриила. Они то появляются, то исчезают. В том числе и в связи с этим стоит вопрос. Восстанавливать старую внутреннюю роспись храма или заказывать новую? Можно, конечно, что-то поставить. Но опять-таки это не бывает. Как говорят художники, легче за новым написать. Сидеть, говориться. После экскурсии по стройке попечительский совет переместился в Павловский центр культурного развития. Наряду с вопросами восстановления храма поднимались и другие насущие темы. Развитие Барышской епархии – главная из них. Развитие епархии у нас заключается в том, что зачастую у нас в основном деревенские епархии. И несильные приходы, так скажем, немногочисленные, нам не позволяют проводить те молитвенные дома, собрания, где могли бы собраться приход, где могли бы собраться все вместе, помолиться на святую епархию. Сейчас в епархии множество храмов восстанавливаются или строятся. Есть и глобальные проекты. Например, храм «Живоначальные Троицы» в селе Пятино Индинского района. Это не только старинный храм, но и полноценный объект культурного наследия. Для его восстановления в крошечной Барышской епархии нужна помощь государства и спонсоров. В Пятине там отец Абриан восстанавливает очень большой, замечательный храм. Есть легенда, что этот храм должен был стоять в Сен-Дирске, но, так скажем, наши знания будут перетрублены. На встрече разговор шел не только о том, какая необходима поддержка по строительству и ремонту храма, но и о духовно-нравственном воспитании молодежи. И здесь уже помощи попросили власти, хотя епархия уже давно активно ведет работу в этом направлении. На территории действует несколько подростковых спортивных клубов. Там ребятам вместе со спортом прививает и духовную составляющую. Я вам слышу, что у главья угодно встают высокие духовные и этические тела, которые должны быть у каждого из нас. Только после этого можно называться человеком с большой буквы. Тогда не будет нам стыдно за те годы, которые мы живем на этой земле. Записав все просьбы, губернатор обещал по мере возможности оказать помощь епархии. Все будет зависеть в первую очередь от самих священников и людей, которые им помогают. Когда ульяновцев спрашивают, чем знаменит наш город, то большинство вспоминает Ленина, УАЗики и самолеты. Однако за рубежом наш регион знает и по многим другим достижениям. Павел Половов продолжит тему. Ульяновские предприятия стремятся за рубеж. Только за прошлый год совокупный оборот по экспорту составил 800 миллионов долларов. В этом году местный бизнес будет стремиться перешагнуть отметку в миллиард долларов. Расширится и количество стран-экспортеров. Вы знаете, сегодня 140 компаний-экспортеров по итогам 2019 года в Ульяновской области. Мы производим как высокотехнологическую продукцию, такую как системы комплекса обеспечения безопасности. Это и оборонно-промышленная продукция, это и радиофармпрепараты, это очень большой сегмент продукции в сегменте товара для дома, предметы интерьера, мебель, строительные материалы, это продукты питания. В списках ульяновских товаров, поставляемых за рубеж, можно найти что угодно. Главное отличие наших – они не сырьевые. В регионе нет нефти и газа, чтобы гнать их в другие страны. Но у нас есть технологии и собственные разработки, которые очень ценятся за границей. Этот небольшой, но очень умный прибор разработан в Ульяновске. Эта коробочка, установленная в вашу машину, сможет рассказать о том, когда открывались и закрывались двери, сколько километров и где проехала ваша машина, сколько бензина было затрачено и, в принципе, вообще все, что только можно знать о машине. Владелец авто может прямо в своем кабинете узнать абсолютно все, что происходит с машиной в любой момент времени. Аналогов в мире у нашей разработки пока нет. А вот востребованность есть, поэтому кризис перепроизводства не грозит даже в условиях общемирового экономического кризиса. Нашим рынком на данный момент является Российская Федерация, страны СНГ и совсем недавно начали развиваться в сторону экспорта. И первые наши поставки были в Латинскую Америку, в Индию и в Румынию. Абсолютно все составляющие прибора сделаны в Ульяновске, включая необходимое программное обеспечение. Такие компании и товары нужны региону, небогатому по сравнению с остальными полезными ископаемыми и прочим сырьем. Развитие региона может проходить только по сценарию глубокой переработки чужого сырья, как это делает, например, Япония. Вообще тема поддержки экспорта и вывод ульянских компаний на внешний рынок очень важная задача, от которой во многом зависит благополучие области. Задачу увеличения экспорта ставил губернатор, который неустанно возит образцы наших товаров в международные командировки, на выставки и форумы. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», обозначенный президентом России одним из приоритетных, реализуется в регионе с неплохими показателями. Всего за год экспортная составляющая выросла почти на 15%. Для сравнения, общероссийский экспорт имеет отрицательную динамику на 5,57% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года. В Ульяновске производятся новомодные гламурные товары. Например, украшения, которые не сразу воспринимаются таковыми. Возможно, наш потребитель еще не совсем готов платить за них, но Канада с удовольствием платит. А конкуренты пытаются, но не могут повторить технологические находки. У нас есть конкуренты, которые постоянно повторяют наши продукты. Мы выпускаем новое изделие какое-то, они постоянно пытаются копировать. И вот непосредственно «Северное сияние» пока в таком исполнении никому еще не удалось сделать. Производители украшений работают исключительно на экспорт. Каждое украшение уникально. Каждый плод ручного труда специалистов-самоучек на оборудовании, разработанном и сделанном прямо в ювелирной мастерской. Реализация ульяновских товаров стабильно идет в 60 стран мира. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ. Последняя новость – наша гордость. Информационный портал Улправда.ру и телеканал Улправда ТВ в числе победителей конкурса на соискань ежегодной областной премии в сфере журналистики. В церемонии награждения приняли участие лучшие представители отрасли. На соисканье областной премии в сфере журналистики было подано рекордное количество заявок – свыше 200. Телеканал Улправда ТВ стал победителем конкурса в номинации «Лучший материал патриотической и краеведческой тематики». В частности, награду вручили за цикл передач на «Семи ветрах». Диплом начальнику телевизионной службы телеканала вручила заместитель губернатора Ульяновской области Наталья Мартынова. «Радует, что журналистский уровень с года в год растет, и появляются новые лица, появляются новые авторы, и сегодня мы с удовольствием их поздравим и вручим премию, которую они честно заработали». «Мы в одной команде, мы всегда делаем все вместе. Где-то есть у нас какие-то недочеты, какие-то удачи, какие-то неудачи, но самое главное именно, что мы коллектив, и что все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и качественно». Редакции ульяновских СМИ готовили для своих читателей развлекательный, познавательный и информационный контент. Реализовывали общественно значимые медийные проекты, показывали жизнь Ульяновской области во всем ее многообразии. «Год непростой был, в том числе и для средств массовой информации. Отрадно, что все выжили, отрадно, что были реализованы новые медийные проекты. И вот эти медийные проекты, они помогли руководству области, региональному правительству проинформировать людей о той работе, которая ведется, в том числе, например, по исполнению национальных проектов». На конкурс принимались теле- и радиопрограммы, материалы, опубликованные в печатных и сетевых изданиях. За освещение вопросов в социальной сфере награду получил и информационный портал «Улправда.ру». «На самом деле очень горжусь своим коллективом. Мы выросли за время моей работы там, мы стали заметными, нас читают, и нам признаются в любви и благодарности. Поэтому эта победа командная, и всему моему коллективу огромное спасибо за работу». Отрадно, что в числе победителей оказались и молодые журналисты. «Я очень рада, что мне предоставлена возможность развиваться в этой отрасли. Надеюсь, что впереди у меня много очень тем интересных, неинтересных героев». Поздравляем всех коллег с победой и желаем дальнейших успехов. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости «Улправда.ру». И это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале «Улправда.ру». Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале «Улправда.ру». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова